МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 июня Саянск с рабочим визитом посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В 10 утра его автомобиль подъехал к главному входу завода управления градообразующего предприятия. Здесь его встречали председатель совета директоров Сенс-Химпласта Виктор Круглов, генеральный директор предприятия Николай Мельник, главный инженер завода Ревгат Мубараков, мэр Саянска Олег Боровский, журналисты областных и местных СМИ. После 15-минутного совещания в кабинете генерального директора Сергей Левченко посетил основные производственные подразделения Сенс-Химпласта. В начале представительная делегация посетила этиленохранилище газового производства, где в свое время было установлено уникальное английское и немецкое оборудование, которое вот уже более 30 лет грамотно эксплуатируется. Здесь происходит прием и хранение жизненно необходимого для завода сырья этилена и его подачи на производство. Руководители производственных подразделений предприятий объясняли губернатору цепочку производственного процесса с начала и до выпуска продукции, рассказывали о новых технологиях, которые освоены на Сенс-Химпласте. Далее делегация посетила одно из старейших подразделений предприятия «Рудник». На рассолопромысля были в свое время внедрены передовые технологии в управлении производственным процессом. С этой площадки подают натрий-хлоридные рассолы на производство хлора и каустической соды. Центральным пунктом визита главы области стало, конечно, производство хлора и каустика. Десять лет назад Сенс-Химпласт первый и тогда единственный в стране перешел на метод производства хлора и каустической соды без использования ртути на мембранный электролиз. Тогда это позволило предприятию обеспечить себя собственным хлором, сделать производство менее энергозатратным, более экологичным. Не случайно Сенс-Химпласт в свое время стал победителем Всероссийского конкурса в номинации за экологически ответственный бизнес. Ведущие специалисты предприятия рассказали главе области о той огромной работе по модернизации производства, которую осуществили на предприятии за последние 10 лет. За это время полностью обновили производство винил-хлорида. Здесь запустили в эксплуатацию два новых узла – установку горячей закалки дихлоретана и узел дохлорирования дихлоретана, который вместе с ранее введенной новой печью пиролиза вывели технологию производства на самый высокий мировой уровень. Это уникальная установка, в чем полностью энергоэффективность в самый современный. После пуска в эксплуатацию мы снизили затраты на топливо, на получение продукции в два раза. И при этом то, что сжигаем, энергетика топлива, кроме того, что используется на получение продукции, не выбрасывается туда в атмосферу, а полностью практически инфицируется. В течение нескольких лет ежегодно на модернизацию производства на Сен-Схемпласте направлялось порядка 800 миллионов рублей. При проектных 250 тысяч тонн ПВХ мощность производства увеличили до 300 тысяч тонн смолы в год. В 2013 году на предприятии было выпущено 287 тысяч тонн поливинилфлорида. Однако за два последних года единственный поставщик сырья этилена – ангарский завод полимеров, принадлежащий компании «Роснефть», резко сбавил поставки сырья, и объемы выпуска продукции упали до 210 тысяч тонн. В 2015 году «Роснефть» заявила о намерении существенно повысить цены на сырье, что могло сделать продукцию Сен-Схемпласта неконкурентно способной на рынке ПВХ. Затем последовало снижение поставок этилена, и Сен-Схемпласт был вынужден существенно снизить объемы производства. Эта ситуация тормозит развитие предприятия, дальнейшее развитие и модернизацию производства. Об этом говорили губернатору специалисты Сен-Схемпласта. Мы нарастили объем, действительно выпускали около 280-290 тысяч тонн, я говорю, и вложение было, я это считать умею, ежегодно в течение пяти лет по 800 миллионов рублей. И мы обновили нашу технологию. Это, вы увидите, современнейшая установка. Но как только упал объем поставки этилена, уже в 2015 год мы упали 250 миллионов вложений. А этот год мы вообще застой. Как без развития, без обновлений, какая конкуренция? Это же мировая компания. Мы ведь соревнуемся, работаем на рынке. Наши партнеры, те, которые из-за рубежа, они же не стоят на месте. 8 февраля произошла авария на ангарском заводе полимеров. Поставки этилена прекратились совсем. В марте основное производство на Сен-Схемпласте было остановлено. Работники отправлены в вынужденные отпуска. Планировалось завершить ремонтные работы к концу мая. Затем сроки его были продлены. Причем долгое время никакой информации о ходе ремонта и сроках его завершения руководство Сен-Схемпласта не получало. Теперь говорят о новом сроке начала поставок этилена на Сен-Схемпласте 1 июля. Комментируя эту ситуацию, которая сложилась сегодня, Сергей Левченко отметил, что ПВХ – тот продукт, который востребован всегда и в России, и за рубежом. И производство его в стране, в том числе на Сен-Схемпласте, должно расти. Сроки устранения аварии, отметил губернатор, увеличили в связи с тем, что собирали детали для вышедшего из строя компрессора буквально по всей стране и за рубежом. Последнее необходимое оборудование, которое изготавливали в Чехии, доставили на ангарский завод буквально пять дней назад. И сегодня ремонт близится к завершению. Сегодня ремонт фактически закончен. Они вчера сделали обкатку паром, и сегодня делают обкатку азотом. Обещают, что в течение двух суток они смогут постараться выйти на режим. Но остаются еще ряд экономических вопросов, которые мы сегодня обсуждали с руководством Саянским пласта, потому что вопрос контракта, вопрос цены, вопрос количества этилена, который нужно будет в год поставлять, Саянский пласт не устраивает. И они рассчитывают на то, что могут потреблять практически в два раза больше, чем поставляется сегодня. Поэтому этот вопрос нужно с Роснефтью в первую очередь, потому что здесь на уровне ангарской этот вопрос не решается. Прежний контракт о поставках сырья между Саянским пластом и Роснефтью и Стек новый пока не заключен. Ситуация сегодня под контролем и правительства области, и правительства федерации. Ситуация обсуждалась на совещании в Министерстве энергетики России. Была поставлена задача до конца июня Саянскому предприятию Роснефтью найти компромисс и прийти к соглашению. Сложившаяся сегодня ситуация невыгодна никому, подчеркнул на встрече с губернатором председатель совета директору Саянским пласта Виктор Круглов. Ни нам, ни Роснефть, ни государству. Производственной мощности на Саянском пласте сегодня 300 тысяч тонн ПВХ в год, чтобы обеспечить этот объем. Этилена необходима порядка 150 тысяч тонн. Мы эти объемы заказывали всегда, и мы их в свое время получали. Повода к конфликту в данной ситуации я не вижу, сказал Виктор Круглов, и мы готовы к диалогу. Сегодня надо просто найти место, площадку и садиться на переговоры. Мы такие предложения делали не один раз. И я понимаю, что вопрос в любом кроется в компромиссах. Я надеюсь, что та вторая сторона, она все же будет гибче. Не только стоять на своей позиции одной, а, в общем-то, учитывать и другую сторону. Тем более, что цена этилена у других производителей, она, в общем-то, известна. Мы готовы к переговорам, и всегда были готовы, и делали эти предложения. Я думаю, что кто-то все же должен сегодня, наверное, быть посредником для того, чтобы две стороны собрать, как мне видится. В этот же день на встрече с жителями Саянского дворца культуры «Юность» губернатор Сергей Левченко начал свое выступление с обсуждения ситуации на Сэнсхимпласте. Наверное, сказал он, в этом зале мало людей, семьи которых не были бы связаны с городообразующим предприятием. Жизнь города зависит от работы Сэнсхимпласта, и если бы предприятие работало стабильно, на достигнутых производственных мощностях, то денег в Саянске хватало бы на все. Кроме того, предприятие вносило большой вклад в формирование областного и федерального бюджетов. Сложившаяся ситуация заставила нас сделать вывод, что рассчитывать на одного поставщика сырья для предприятия бесперспективно. Необходимо заниматься развитием в регионе газохимического комплекса. Этим, по словам губернатора, он занимается вместе с руководством Сэнсхимпласта с того момента, как вступил в должность. На сегодняшний день, конечно, нужно достаточно много разных крупных организаций состыковать в одно место для того, чтобы и трубу построить, и в то же самое время, чтобы и «Газпром» был заинтересован. А для этого должно быть достаточно большое количество продаваемого газа. Не хватает им того объема, который может потребить Саянским пластом. Им нужно гораздо больше, чтобы проспечатать свое месторождение. Убеждаем, говорим, что есть потребитель, будет еще. Поэтому я говорю, очень много здесь таких превходящих моментов, которые нужно согласовать. И «Усолье» подключить, и «Ангарск» подключить в том числе, потому что идет снижение добычи нефти, а у них производство по переработке достаточно большое. И энергетиков. Недавно проговорили с руководством энергетической компании о таком пилотном варианте перевода новоземинской ТЭЦ на газ. С «Угля». Значит, чтобы у нас там, знаете, не всю энергетику сразу размахнулся, а ничего не получится. Поэтому договорились с учетом того, что мы уверены, что газ сюда придет, чтобы уже начинать отсюда, с этой площадки, перевод на газ наших ТЭЦ и котельных. Вот, наверное, такая перспектива. Хотя вы знаете, что в мире сейчас ситуация экономически напряженная в отношении нашей страны, тем более, так как санкции действуют. Но, тем не менее, те средства, которые нужно будет найти на строительство газохимического комплекса и на строительство самой трубы от Кавыкты, я считаю, что мы найдем. Найдем, несмотря на все сложности. Сергей Левченко отметил тот факт, что, понимая, в какой сложной ситуации оказался Саянск, городу оказана ощутимая финансовая поддержка из областного бюджета. Это и прямые субсидии в местный бюджет и средства на строительство дорог детского сада. Кроме того, после корректировки областного бюджета на октябрьской сессии законодательного собрания Саянск получит дополнительную финансовую поддержку на реализацию мероприятий по жизнеобеспечению города. Есть, напишем.